Какое это счастье — говорить, что думаешь? Какая это мука — думать, что говоришь? Жизнь растилалась вокруг необозримым минным полем. И действительно, что может быть логичнее безумной, красивой, абсолютно неправдоподобной случайности? Стремление к власти также присуще человеку, как и преклонение перед властью над собой. Первое свойство делает из нас тиранов, второе — рабов. Слова — это то единственное, что остается на века. Великие мысли, доведенные до практики, становятся великими делами. Тот, кто торопится, показывает, что дело, за которое он взялся, не для него. Сознание своего достоинства делает умного человека, более скромным, но вместе с тем и более стойким. Если ты нащупал в человеке какую-то характерную черту, ни в коем случае не доверяй ему в том, что этой черты касается. Обезьяны не разговаривают нарочно, только потому, чтобы их не заставляли работать. Вы влюблены, если вдруг поняли, что кто-то другой уникален. Если не знаешь, чего хочешь, умрешь в куче того, чего не хотел. Люди забывают о том, что путь в никуда тоже начинается с первого шага. Если бы его прошлое было бы твоим прошлым, его боль твоей болью, его уровень сознания твоим, ты мыслил и поступал бы точно так же, как он. Такое понимание дарует прощение, сострадание, мир. Распознание собственного безумия — это, разумеется, и есть здравый ум, это начало исцеления и выхода за пределы ума. Как только вы понимаете и принимаете, что любые конструкции неустойчивы, даже если они материальные и с виду очень прочные, в вас рождается покой. Матери нужно 20 лет, чтобы из мальчика сделать мужчину, а потом первая встречная за 20 минут делает из него дурака. Удержать мужчину вечером дома после женитьбы не легче, чем выпроводить его домой до женитьбы. Никогда нельзя поддаваться истерике, потому что случись так это может перерасти в привычку, и будет повторяться снова и снова. Надо воспитывать в себе силу. Во многих случаях секс становится уловкой, сублимацией близости. Узнав тело партнера, мы позволяем себе не углубляться в изучении его души. Раб тот, кто не умеет владеть собой. Свобода — это независимость мысли. Когда один молодой хвостун говорил в театре, что он умен, потому что беседовал со многими философами, и Пикрит заметил ему, вот у меня много знакомых богачей, а все же я не богач. Первое правило вежливости — быть красивой, или хотя бы, не быть некрасивой. Умные люди знают, что можно верить лишь половине того, что нам говорят. Но только очень умные знают, какой именно половине. Если беседуют двое мужчин, они говорят о себе. Если беседуют две женщины, они говорят о третьей. Я живу в будущем, преклоняя колени перед прошлым. Счастье — когда все так хорошо, так хорошо, и ты думаешь, какое счастье. Раньше об актерах ходили легенды, а теперь сплетни. Чего не лечит лекарство, излечивает железо. Чего не врачует железо, исцеляет огонь. Чего не исцеляет огонь, то следует считать неизлечимым. Я умираю от помощи слишком многих врачей. При правильном отношении добровольные ограничения исчезают. Личный пример не просто лучший метод убеждения, а единственный. Я знаю одно, по-настоящему счастливы те, которые поняли, как надо служить другим. Помогая другим, вы помогаете себе. Трагично не то, что человек умирает, а то, что в человеке умирает при жизни. Важнее всего иметь хорошее настроение, остальное вопрос денег. Для черепашьего долголетия нужно лошадиное здоровье. Брак испытания чувств, развод разума. Мы превратили мир в народное увеселение, и всюду увеличили плотность населения. Страшно подумать, что постепенно человек ко всему привыкает, или вернее забывает то, о чем тосковал когда-то. Но другой раз бывает достаточно легкого напоминания, и все желания вспыхивают вновь, если они когда-то, хоть одно мгновение, были настоящими. Все крайнее сделать очень трудно. Средние части делаются легче. Самый центр не требует никаких усилий. Центр — это равновесие. В любви человеческий организм достигает, высшей цели своего существования. В любви не должно сомневаться, ее надо принимать от жизни как величайшую награду. Мужчины, каждый в отдельности и вкупе, устроены так, что часто доходят до могилы, оставаясь в блаженном неведении всей глубины коварства, присущей другой половине рода человеческого. Как мал человек и как он велик. Однажды здесь восстал народ. И став творцом своей судьбы, извел под корень всех господ. Теперь вокруг одни рабы. Звоните поздней ночью мне, друзья, не бойтесь помешать и разбудить. Кошмарно близок час, когда нельзя и некуда нам будет позвонить. Я жизнь воспринимаю как подарок, мне посланный от Бога в день рождения. Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало. Подлинным зеркалом нашего образа мыслей, является наша жизнь. Кто думает только о том, как бы побольше ухватить для себя, тот не думает об уже ухваченном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok